На сегодняшний день очень популярно помогать материальным людям, которые страдают от ситуации, происходящей в стране. Но не всегда человеческие проблемы измеряются только деньгами. К счастью, есть люди, готовые помочь добрым словом и моральной поддержкой. Сегодня мы общаемся с Ниной Соловьёвой, организатором телефона доверия в Одессе. Нина, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мы организовываем не просто телефон доверия, который работает в Одессе, мы организовываем всеукраинскую сеть телефонов доверия. На сегодняшний день она включает в себя уже 9 городов. Это Одесса, это Киев, это Луганск, Донецк, Черановцы, Ивано-Франковск, Херсон, Харьков. И Львов. Это означает, что мы при помощи современных технологий объединили все эти города в единый пул, в единое интернет-пространство, в котором одна команда, которая состоит из волонтеров разных городов, может принимать звонки из любого города, подключенного к нашей системе. На сегодняшний день мы используем номера прямой городской связи. И сейчас вот у нас тестируется вариант связи с нами по скайпу, по линии скайпа. Команда состоит из психологов, из психологов-практикующих, как правило, уже умеющих свои клиенты, готовых тратить свое время и свои ресурсы на то, чтобы поддерживать людей вот таким специфическим образом по телефону. Почему это считается специфической поддержкой? Потому что, в отличие от очной встречи с психологом, все происходит заочно, анонимно и конфиденциально. То есть ни консультант, ни абонент звонящий не знают друг друга, могут представляться вымышленными именами. Для консультантов это обязательно, они всегда работают под все данные. Абонент звонящий может представиться любым именем, но это не играет особой роли для дальнейшего разговора. Телефон доверия одна такая очень большая цель, все остальные цели этой цели причиняются. Это изменить эмоциональное состояние позвонившего. То есть телефоны доверия создаются прежде всего как помощь экстренную, как помощь людям, которые оказались вот прямо сейчас в ситуации, когда им очень сложно, когда, например, их охватывают очень сильные чувства, вплоть до отчаяния, тоски, ужаса, боли. И когда с этими чувствами они самостоятельно в силу каких-то обстоятельств справиться не могут, они могут позвонить по нашим номерам, и профессионально обученный консультант поможет прийти в более ровное и спокойное состояние для того, чтобы уже потом принимать какие-то решения. В последнее время звонки, если говорить эмоционально, в том состоянии либо агрессивные, либо с большим количеством тревоги. В общем, понятно почему, потому что военные действия, которые ведутся в нашей стране, они мало кого оставляют равнодушны, вызывают различные аффективные вспышки у людей. И под воздействием аффекта принять какое-то грамотное решение, которое в дальнейшем, а вот уже решение действительно отразится уже на всей жизни, очень сложно. Ну, поэтому мы помогаем человеку успокоиться, прежде всего прийти в какое-то более-менее ровное состояние. И дальше уже, если ему нужна наша помощь и в принятии решения, то консультант может каким-то образом сделать такое пространство, площадку для того, чтобы все возможные варианты обсудить, поразмыслить над ними и выбрать какой-то тот, который устроит позвонившего человека больше всего. Нина, скажите, а из каких городов звонят чаще всего? Сейчас у нас в нет тестовом режиме работает Одесса. На следующей неделе мы подключаем Луганск, Донецк, то есть команды там готовятся. А пока вы работаете только в Одессе? А пока мы работаем только на Одессу, да. Но вот на следующей неделе у нас сейчас тестирование проходит 4 номера, это Луганск, Донецк, Харьков и Киев, и мы их подключаем вот уже в следующей неделе, и будем эти номера распространять среди населения этих городов. Сколько людей с начала открытия проекта позвонило на детскую линию? Проект в полноценном режиме работает 2 месяца. За первый месяц нам позвонило около 50 человек, за второй месяц эта цифра выросла вдвое. И если в самом начале звонили люди в основном за информационной поддержкой, там что вы, кто вы, зачем вы нужны, работаете ли вы на государстве, не работаете, а вот куда нужно позвонить, чтобы сделали то-то и то-то, то за последний месяц, конечно, увеличилось большое количество звонков, связанных с обстановкой. То есть люди уже начинают привыкать, в информационном поле появилось знание о том, что мы психологический телефон доверия, и нам уже звонят, собственно, из-за психологической помощи в том числе. В этой ситуации, помимо того, что люди могут позвонить к вам, как они могут помочь себе сами? Как они могут избежать вот такого высокого уровня напряжения эмоционального? Ситуация, которая сейчас происходит в стране, уже сама по себе стрессовая, это понимают все. Во время хронического стресса, потому что это происходит уже не первый месяц, а значит, стресс хронифицируется, то есть он растягивается во времени, становится регулярным. Все острые реакции уходят в подполье. То есть нам кажется, что мы привыкли, мы уже не так сильно тревожимся, не так сильно реагируем на новость, а на самом деле мы просто уже вошли в хроническую фазу. Она чревата несколькими такими не очень приятными вещами. Первое, что делает человек, когда он подвергается хроническому стрессу, он перестает обслуживать так называемые витальные потребности. То есть в людей изменяется режим дня, они меньше спят, хуже кушают, меньше гуляют, например, проводят время там за стандартными для себя вещами, которые обычно их расслабляют или позволяют им отдыхать. Ну, стресс, но и на в стране, как я могу думать, например, о том, чтобы порисовать или послушать музыку, если вот такое происходит. Вот первая рекомендация обычно всегда для людей, которые живут в хроническом стрессе, это возвращаться к своим витальным потребностям. Потребностям, которые обслуживают жизнедеятельность. Нормально спать, нормально кушать, удерживать контакты с эмоционально близкими людьми, дышать воздухом. Вот как это не смешно звучит, это очень простые действия, которые люди забывают делать. Если вы вспомните, практически во всех фильмах американских, где людей спасают после террористических операций, или еще что-то, их заворачивают в одеялко и дают им кружечку горячего напитка. Да, есть такое. Есть такое, да. Вот это смешно, но на самом деле это правда. То есть первое, что нужно сделать человеком, его нужно вернуть в тело, в себя, в мир, в котором он живет, для того, чтобы заработал организм целостность ему вернуть, чтобы был не только мозг или не только чувство по поводу происходящего, а весь человек оказывался в этом мире. Это называется возвращать границы происходящему, потому что во время хронического стресса человек склонен растекаться, сливаться с происходящим, переживать события, например, как нечто, что касается непосредственно меня прямо сейчас, даже те, кого это непосредственно не касается. Если есть такая возможность, от этого нужно уходить, нужно возвращаться в себя и возвращаться в свою семью. Замечать, что, например, в данный конкретный момент, что касается Одесситов, именно со мной и с моими близкими ничего не происходит. Именно с окружающими людьми ничего не происходит, никто на меня не нападает, никто не кричит, Никто ничего от меня лично не требует. И тогда я могу в более ровном, спокойном состоянии, как психологи часто говорят, будучи в ресурсе, уже принимать какие-то решения и там даже кому-то помогать, кто в худшем состоянии, не ошибаюсь. Если человек сам является участником, например, боевых действий или объектом нападения, тогда самостоятельно сложнее с этим справляться. Первая рекомендация – дать ему выспаться. Во время сна мы переживаем многие события. Организм, психика находят ресурсы для того, чтобы придать этому какой-то смысл, переосмыслить и принять хотя бы частично то, что происходило. Любым способом выспаться. Уходить до изнеможения, долго говорить, чтобы человек заснул, петь ему колыбельные песни, дать ему таблетку снотворного, завернуть ему в плед, дать ему горячий напиток, он должен расслабиться и должен поспать. После этого ему нужно дать выговориться в любом случае. До, во время, после. Часто бывает так, что когда человек начинает показывать какой-то эффект, очень сильно включённый в себя что-то, близкие люди говорят ему «Успокойся, это не так, перестань плакать, ничего же не происходит». То есть каким-то образом, так нас учили, так нас воспитывали, мы каким-то образом всё время пытаемся купировать происходящий эффект. Этого делать не нужно. Не нужно его распалять, подбрасывать масло в воде. Но если вам удаётся просто находиться рядом, вот так как вы меня сейчас слушаете, и кивать человеку, и говорить «Да-да-да, говори, я вижу, ты очень включён, вероятно тебе как-то от этого больно или страшно, или как-то непросто», дать ему возможность поплакать, дать ему возможность как-то, может быть, с какой-то яростью о чём-то рассказать, и через какое-то время, так мы устроены, уровень эффекта снижается, и человеку становится легче. Собственно, это одна из функций, одна из форм, под которой работает телефон доверия. Когда мы просто даём человеку возможность выговориться, задавая ему вопросы, открывающие ситуацию, а не закрывающие её. И уже само это может выровнять состояние человека. Ну и в дальнейшем уже, конечно, мы должны принимать какие-то меры для того, чтобы наладить всю жизнь и привести человека к его нормальной жизни, чтобы у него была работа, была какая-то деятельность, была эмоциональная поддержка окружающих людей. Нина, спасибо вам огромное. Озвучьте, пожалуйста, сейчас, куда могут обратиться одесситы и жители других городов Украины, по каким номерам и как вас нет. Одесситы могут позвонить по прямому городскому номеру 737-76-76. Соответственно, из другого города можно дозвониться через код города 048. Вот, пока так. И всю дальнейшую информацию уже расскажут консультанты. В каждом своём городе они будут говорить, какой номер, на какой номер удобнее звонить, там, в скайп расскажут, как позвонить. Короче, спасибо вам огромное за заседу. Продолжение следует...